Имам Малик с милостой над ним Аллах говорил, обучайте людей сунни, приведутся на уведение и умрут, а сунна останется. Поэтому обязательным для нас является обучать людей сунну, делать все, чтобы люди полюбили сунну. Однако до этого мы сами должны изучить сунну. Потом жить в соответствии с ней, потом призывать ей, потом терпеть. Должны терпеть, когда мы требуем знаний. Некоторые из нас думают, что он требующий знаний, но на самом деле он вообще не требующий знаний. Одним словом, если ты хочешь понять, кто такой требующий знаний, я тебе скажу. Если ты каждый день в таком положении, как в день подготовки к экзаменам и всю свою жизнь, тогда ты требующий знаний. Даже когда ты ложишься спать, не спишь, ты повторяешь то, что выучишь. Что касается того, кто ходит раз в неделю на урок или раз в месяц, это не требующий знаний. Зашел на WhatsApp группу какую-то страницу и думаешь, что требующий знаний, а не требующий знаний. Нави, рахматуллах, у него было 15 или 17 уроков в день. Ты думаешь, что Альбани спал? Говорят, что он всего лишь 4 часа в сутки спал. Если бы он много спал, как бы он все это сделал, то, что написал? Ты любишь пророка, Слава Слава Слава? Поэтому ты должен держаться за сунном. Наби, Слава 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 Слава. Пророк сказал, что поистине кто из вас будет жить долго, вот как мы сейчас увидят очень много разногласий. Это в те времена. Как избавиться, какое лечение этому? Пророк сказал, что держите сунны. Сунна это не только борода и короткая одежда. Сунна это должно быть и на словах, и на делах. Сунна это изучать Куран и сунну. Даже наши собрания должны быть суннистскими. В собрании, в которых есть знания, в собрании, в которых есть книги, разбирается книги. Да, вау, вау, вау.